Организатор акции, Управление массовых коммуникаций и Первый городской канал. По инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова. Колпачиков Пётр Прокопьевич родился в 1914 году в селе Чуденово. Призван на службу в 1936 году. Прошел путь от простого красноармейца до командира взвода. В 1942-м был ранен и направлен в госпиталь. После выздоровления снова ушел на фронт. Участвовал в боях на реке Дон, где был захвачен в плен вражескими войсками. Находился в лагере для военно-пленных в германском городе Пайне. Там работал под дулами фашистских автоматов. Смирнов Алексей Иванович служил в 186-м стрелковом полку 43-й армии. Принимал участие в битве за Москву. Участвовал в освобождении Кёнигсберга. В октябре 43-го получил ранения. А в феврале 44-го принял участие в бою в районе деревни Старое Село в составе танкового десанта. В мае 1945 года был отправлен на Дальний Восток. Был контужен. Вернулся на родину летом 1946-го в звании сержанта. Награжден медалью за отвагу. Валов Александр Гаврилович до войны был киномехаником. Ушел на фронт добровольцем. Начал воевать в феврале 1942 года в составе Северо-Западного фронта. Уничтожил около 50 немецких солдат. За боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени. В одном из боев был ранен в правое легкое. Перенес множество операций. Вернулся домой в августе 45-го. После войны служил в органах управления МВД. Работал преподавателем начальной военной подготовки в одном из училищ Кирова. Умер в 1980 году. Скобелкин Олег Сенофонтович был военным фельдшером. За спасение раненых в боях за город Люблин старший лейтенант был награжден медалью за отвагу. Позднее был награжден орденом Красной Звезды. После войны поступил в Курский медицинский институт, который успешно закончил в 1954 году. Является основоположником отечественной лазерной хирургии. В 1992 году основал Государственный научный центр лазерной медицины, который и сегодня носит его имя. Является автором более 600 научных работ. Умер 12 сентября 1998 года. Зверев Николай Николаевич родился в 1924 году. Ушел на службу в 1942 году. Воевал на Воронежском фронте. Участвовал в освобождении Воронежа, Ростова-на-Дону, Кёнигсберга и других городов и стран. В январе 1943-го прокладывал связь от батареи до наблюдательного пункта. Вернулся домой в 1947 году, награжден множеством наград и медалей.